Американский телеканал HBO собирается организовать объединительный поединок в полтяжелом весе между чемпионом мира по версии WBO Сергеем Ковалевым и обладателем пояса WBA Дмитрием Биволом. Такой бой в дивизионе якобы планируется устроить во второй половине 2018 года при условии, что они оба к тому моменту не проиграют. 3 марта в Нью-Йорке Ковалев подерется с очистительником Игорем Михалкиным. Эту встречу фанаты и эксперты считают титульным мисс-матчем. В андеркарте этого боя Бивол встретился с кубинцем Сальваном Баррерой в намного более конкурентном противостоянии. Фигурант одного из боев лидеров номинации «Нокаут года» американец Кёрти Стивенсон засобирался в первый средний вес. Напомним, карьеру он начал и вовсе в полтяжелом дивизионе, после спустился в супе средней, а затем и в средней, где провел последние 4 года. Как пишет боксинг-скен и его тренер Андрей Рузье в эфире радио, назвал цели Стивенсона в новом дивизионе. Титульный бой либо с чемпионом IBF Джаредом Хёрдом, либо с чемпионом WBC Джермалом Чарло. По мнению Рузье, лучше выходить на Хёрда, так как тот якобы подходит Кёртису по стилю. Британский боксер Амир Хан планирует провести в следующем году три боя. Для начала вернется в марте, затем поборется за титул в июле и завершит карьеру громким поединком в декабре. Хан исключает возможность поединка с Билли Джо Сондерсом и намерен остаться в 147 фунтах, где нацелил свой взор на чемпиона мира по версии WBC и WBA Кита Турмана. Напомню, что Кит Турман останавливается после операции на локоть и собирается вернуться на ринг в апреле. Вот только навряд ли в планы 29-летнего американского боксера входит бой с Амиром Ханом. Встреча с Эдреном Бронером смотрится более реалистичным. Это своего рода противостояние двух бывших суперзвезд, которые по разным причинам оказались на обочине большого бокса. Американский боксер Флойд Мэйвезер поменял свое мнение и больше не считает легендарного Шуга Рэй Леонардо лучшим боксером в истории. Об этом Флойд Мэйвезер заявил во время переписки с Леонардом в инстаграме, под пост, в котором Рэй призвал Томаса Хёрнса провести матч-реванш. Флойд Мэйвезер Ты Шугар, а я ТБА лучший в истории. Шугар Рэй Леонард Я помню тот вечер, когда мы столкнулись с Хёрнсом. Ты назвал меня лучшим, кого только видел в своей жизни. Ты изменил свое мнение, потому что теперь ты в отставке. Поздравляю с Рождеством и Новым Годом. Здоровья тебе и твоей семье. Ты был плохим парнем на ринге. Флойд Мэйвезер Вы проигрывали свой первый бой Роберто Дюрану, а ТБА никогда не проигрывал. Были это молодые или возрастные соперники? Были они на пике или на закате? Я бил их всех. Ричард Шефер, один из организаторов Всемирной боксерской суперсерии, рассказал ESPN, что в следующем году они планируют устроить турнир в легких весах, в легчайшем, первом полулегком или в полулегком весе. В этом году они стартовали с турниром в первом тяжелом и втором среднем весе, который вызвал интерес зрителей. Полуфинальный поединок этих турниров пройдут в январе-феврале, а финалы в мае следующего года. Мы определенно хотим организовать турнир в легких весах. Второй сезон будет легчайшим в первом полулегком или полулегком весе. Уверен, будет много мексиканских и латиноамериканских боксеров, которых пригласят к участию в турнире. Чемпион мира в среднем весе по версии WBO Билли Джо Сондерс сомневается, что Геннадий Головкин получит справедливый вердикт судей во втором поединке с Аулем Альваресом. Головкин должен выйти и нокаутировать Канело, потому что если дело дойдет до судейских карточек, они отдадут бой Канело, даже если он проиграет. Субтитры сделал DimaTorzok